Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Вторглись фашисты в Калмыцкие степи, Каспийскому морю через Калмыцкие степи хотят пробиться. Одной из советских частей, действовавших в этом районе, были приданы верблюды. Оказались верблюды солдатам в их солдатских делах, надежными помощниками. Особенно понравился бойцам верблюд по кличке Барманцак. Был он на редкость трудолюбивым, был он на редкость неприхотливым, память имел хорошую. И вот какая однажды приключилась с верблюдом история. Напали как-то фашисты на наш полковой обоз, пленили Барманцака, погнали в свою часть. Поражались фашисты, глядя на верблюда. «Камиль! Камиль!» — на своем языке кричали. «Камиль!» — это и есть по-немецки верблюд. Залезали фашисты к Барманцаку на спину. Усаживались между верблюжьих горбов. «Гуд!» — голосят оттуда. «Гуд!» Переживали наши бойцы, что лишились, что не отбили у налетчиков двугорбого друга. Даже появился у наших план, мол, проберутся к фашистам разведчики, узнают, где пленник, а затем смельчаки совершат отважный налет и вернут Барманцака в родные окопы. Так бы, наверное, оно и было. Да вдруг? Что такое? Что заклубилось там вдалеке? Кто по степи несется? Присмотрели солдаты. «Дак это же Барманцак!» «А кто там верхом на Барманцаке?» Недолго пробыл Барманцак в фашистском плену. До первого вечера, до первого ужина. Дело в том, что каждый вечер наши бойцы верблюда вкусно и сытно кормили. Привык к вечерним угощениям Барманцак, вот и рванул на ужин. Сложилось так, что как раз в это время взобрался на спину Барманцака очередной фашист. Уселся между верблюжьих горбов, произнес, как и другие, «Гуд!» И в этот момент и побежал Барманцак. Примчал он фашисток нашим. Спустили наши фашисты на землю. Отличный принес Барманцак подарок. Смеются бойцы. «Ай да Барманцак! Знаем теперь, кого посылать за языком к фашистам!» А тут и еще одно. Закипело у гитлеровского солдата на Барманцака злоба. Повернулся к верблюду, замахнулся на Барманцака. Но был Барманцак, как все верблюды, очень обидчивым. Посмотрел на гитлеровца, пошамкал губами, пошамкал, собрал слюну и, как из миномета фашиста, плюнул. Расхохотались солдаты. Правильно, по назначению! Не пробились фашисты через Калмыцкие степи к Каспийскому морю. Пришел срок, были и здесь разбиты. Вот такой вот замечательный рассказ Сергея Алексеева «История с Барманцаком». И после прочтения предлагаю вам ответить на несколько вопросов. Понравился ли вам рассказ и чем именно? Назовите главных героев рассказа. Какими качествами отличался верблюд по кличке Барманцак? Что заставило Барманцака сбежать из плена? Удалось ли фашистам пробиться через Калмыцкие степи к Каспийскому морю? И, пожалуй, самый важный вопрос. Как вы думаете, для чего нам нужно и важно читать рассказы о Великой Отечественной войне и помнить этот День Победы? Спасибо! С праздником! С Днем Победы! Вас! С Днем Победы! Продолжение следует...